Всем доброе утро! Во-первых, я очень счастлив и горд быть участником форума КПТ уже в третий раз. И хотел бы выразить свою благодарность Дмитрию Ковпаку, который всегда был очень щедрым и очень добрым хозяином, очень гостеприимным каждый раз, когда я приезжал сюда. На самом деле я не просто выражаю свою благодарность к нему, я бы хотела поблагодарить его за распространение хорошей этичной практики в России, практики КПТ. И мне кажется, это очень важно. Потому что мы говорим о КПТ. Очень много лет назад Аллен говорил об этом. Мы говорили о том, что самая важная цель для нас это распространение КПТ по миру. И вот со временем мы поняли, что распространение КПТ это лишь одна цель. Это все хорошо. Но на самом деле то, что нам нужно, нам нужно не просто распространять КПТ, а хорошую практику, этическое применение КПТ. Потому что сейчас кто угодно, все называют себя КПТ-терапевтами. Когда я был молодым, никто не знал, что такое КПТ-терапевт, а теперь все называют себя КПТ-терапевтами. Поэтому нужно очень хорошо понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим о КПТ-терапевт. Потому что этот термин начинает терять свой смысл в последние 10 лет. Поэтому, когда мы говорим КПТ, на самом деле мы уже не знаем, что мы имеем в виду. Я не хочу вдаваться в подробности истории вопроса первую, вторую, третью волну, потому что, если вы спросите мое мнение, в терапии не бывает вообще никаких волн. Когда мы думаем о волнах, то для того, чтобы пришла новая волна, должна схлынуть предыдущая, но на самом деле-то этого не происходит. Мне кажется, что разные виды терапии расцветают как цветы. Есть очень плодородная почва и просто вырастают новые цветы или деревья. Мне кажется, будет цветов еще больше, а в долгосрочной перспективе это все будет зависеть от того, какие в мире будут потребности, что будет требоваться. Я не буду вдаваться в подробности, но у меня есть некоторые свои соображения по этому поводу. Когда мы последний раз организовывали конгресс в Словении и ABCT, я там читал вводную лекцию о тех проблемах, с которыми мы столкнемся в будущем. Мы не будем говорить об этом, потому что не стоит критиковать без возможности сразу же интегрировать то, о чем мы проговорим. Поэтому давайте оставим этот разговор на будущее. К тому же я бы хотел посмотреть на все шире. Я хочу поздравить Дмитрия с тем, что следующий международный конгресс пройдет в Петербурге через три года. Некоторые из вас, может быть, помнят. Мне кажется, многие из вас там были два или три года назад, мне кажется, это было. Я желал вам тогда на том выступлении, чтобы конгресс прошел именно у вас. И вот теперь действительно конгресс состоится в Санкт-Петербурге через три года. И хочу еще раз вас поздравить с тем, что будет очень памятный конгресс. Потому что если вы будете организаторами, это наверняка пройдет замечательно, потому что вы невероятно хорошие организаторы. И я хочу поблагодарить не только Дмитрия, но и всю команду организаторов. Вот тех невидимых людей, Алису, не знаю, Алиса и всю команду за то, что вы на таком уровне проводите эти мероприятия. Конечно же, я хочу поблагодарить вас, слушателей, участников, которые приехали сюда, чтобы делиться своими знаниями, общаться. Поэтому хочу вас тоже поздравить с тем, что конгресс пройдет именно здесь. Тема моего выступления будет принять неопределенность. Принятие неопределенности. Мне кажется, это очень важная тема для тех времен, в которые мы живем. То есть, как сделать так, чтобы не бороться, не пытаться справиться с неопределенностью, потому что это все равно невозможно. Я буду говорить о том, как мы можем принять неопределенность и справиться с беспокойством и тревогой в эпоху COVID-19. Вот эта книга, которую я написал с марта по июнь прошлого года. Вышла она год назад. Многие очень заинтересовались этой книгой. 70 тысяч экземпляров, тираж. Книга посвящена тому, как справляться с беспокойством и тревогой, что такое новая норма, что с нами будет дальше. Книга была закончена в конце мая прошлого года. Прошел год с ее выхода в свет. И на самом деле, к сожалению, как я и предполагал, происходит именно то, что я предполагал будет происходить. Помните, что наши предки были изначально охотниками. Им необходимо было охотиться для того, чтобы выжить. Поэтому мы были охотниками. Но не только охотниками. Мы были и добычей для животных, которые тоже испытывали голод. Они были быстрее, чем мы, сильнее, чем мы. Поэтому в регионах охоты было очень много опасностей, очень много неопределенностей. И в этом смысле, мне кажется, там было очень много неопределенностей. Люди испытывали очень сильный страх, сильную неуверенность. Поэтому им приходилось быть бдительными постоянно для того, чтобы выжить. Именно поэтому сознание человека устроено так, что оно не способно переносить, просто переносить неопределенность, а запрограммировано, чтобы испытывать бдительность к угрозе, быть бдительным к угрозе. И тревога – это наша эмоциональная реакция на то, что мы воспринимаем как угрозу или опасность. И, естественно, у нас в таких случаях возникает тревога. Когда жизнь человека или его близких оказывается под угрозой, мы, естественно, испытываем тревогу. Поэтому испытывать тревогу в эпоху COVID-19 – это совершенно естественно, если подумать с этой точки зрения, что вот есть угроза, которая опасна для вашей жизни и для жизни ваших близких. И эти эмоции вызваны не просто чем-то, что кажется нам опасностью, а реальной опасностью. Если мы вспомним модель ABCD, A – это событие, B – это behavior, поведение, которое управляется нашими эмоциями. На самом деле, любые эмоции, которые появляются у нас, их вполне можно понять. Давайте представим себе, что A – это событие, это COVID-19, который сильно изменил нашу жизнь в последний год. Какие же эмоции возникают в пункте C – C? Это зависит от того, как вы относитесь к COVID-19. Вы можете испытывать тревогу или гнев. COVID-19. Если вы считаете, что это такое биологическое оружие, созданное человеком, вы, естественно, будете испытывать гнев. Если вы считаете, что один из вы или ваши родственники или близкие могут быть инфицированы, у вас будет тревога. Если вы узнаете, что человек, с которым у вас был контакт пару дней назад, оказался COVID-19 позитивным, разумеется, вы испытаете ужас. Плюс, если вы не можете выносить такой уровень тревоги и все физические симптомы, которые сопутствуют, у вас может начаться паника или депрессия, в зависимости от того, как вы воспринимаете это событие. Можно сказать, ну что, COVID-19-19 это быть не должно, не должно было такого произойти, это изменило всю мою жизнь. И теперь моя жизнь никогда уже не будет прежней такой, какой она была до COVID-19. И тогда у вас начнется депрессия. Или же вы можете к этому относиться легкомысленно и говорить, ну вряд ли я заболею ковидом, а даже если я заболею, со мной ничего не произойдет. И это будет легкомысленно в данном случае. То есть здесь, опять же, дело не в самом событии, а в тех эмоциях, которые оно у нас вызывает. А эмоции, в свою очередь, влияют и на наше поведение. И в этом смысле эмоции – это действительно информация. Если задуматься, то эмоции – это информация, которая говорит нам многое о нас самих, о том, что нам нужно, о том, кем мы являемся и так далее. Поэтому нам нужно помнить, что навешивание таких ярлыков на эмоции, как позитивные и негативные эмоции – это не очень мудрое решение. Потому что каждая эмоция что-то нам говорит о нас самих. Поэтому вместо такой поляризации и называния «вот это плохо, это хорошо», помните, что есть травматические мысли, автоматические мысли. Я не знаю, есть такие эмоции или нет. На самом деле, благодаря эмоциям мы многое узнаем о себе. Поэтому в этом смысле негативных эмоций нет. Любая эмоция говорит нам что-то о наших потребностях и ценностях. Поэтому учиться… эмоции дают нам возможность учиться, это знание. А использование этого знания креативным образом может помочь нам снизить уровень страдания, который испытывает человек. И если мы правильно будем пользоваться этим знанием, это будет мудро. То есть, когда у вас уже есть знание об эмоции, и когда вы применяете это знание в нужный момент, в нужное время, во благо людей, вот тогда уже можно назвать это мудростью. И, разумеется, все вы знаете, что знание… В мире сейчас очень много знания. Просто надо нажать на кнопку, и у вас появится больше информации, чем вам нужно. В мире очень много эмоций. Они практически обрушиваются на нас, целый шквал. А потом мудрость, к сожалению, она очень медленно к нам приходит, гораздо медленнее, чем эмоции. Поэтому нам нужно понять, как мы можем использовать те знания, которые дают нам эмоции, чтобы стать более мудрыми. Когда я говорю, что нет такой вещи, как негативные или позитивные эмоции, я имел в виду, что на самом деле жизнь состоит не только в том, чтобы все время себя хорошо чувствовать, а чувствовать все. Не бывает плохих и хороших эмоций. Если вы будете искать только хороших эмоций, то это будет такой эмоциональный перфекционизм, и это недостижимая цель. Поэтому нам нужно помнить, что нам необходимо принимать все те эмоции, которые являются частью жизни. Тем не менее, когда мы испытываем тревогу, все это так не работает. И сознание работает как машина, оно производит мысли для того, чтобы предотвратить возможные отрицательные результаты тех ситуаций, которые вызывают тревогу. Итак, вы испытываете тревогу. Существовать долго с тревогой вы не можете, потому что она дает вам неизвестность, неоднозначность. И мозг начинает работать как машина для того, чтобы породить, произвести безопасность и справиться с последствиями тревоги, которую вызвала эта ситуация. Эти повторяющиеся мысли или руминации, которые направлены на то, чтобы сократить возможные отрицательные последствия этих ситуаций, которые вызывают тревогу, называются беспокойством. И беспокойство с нами всегда. Беспокойство может быть продуктивным и может быть непродуктивным. И об этом я сейчас поговорю. Беспокойство может быть очень продуктивным и разрушительным. Беспокойство появляется как протест против неопределенности. Мы не хотим неопределенности. Как я уже говорил, неопределенность – это эволюционная угроза для человека. Мы пытаемся предотвратить отрицательные последствия событий, постоянно думая об этом. И это мы называем руминациями или беспокойством. Мы, конечно, все беспокоимство, но некоторое беспокойство более продуктивно, чем другое. Человек продолжает беспокоиться до тех пор, пока не чувствует себя в большей безопасности и не чувствует, что все под его контролем. Представьте себе пациента с ОКР. Что происходит, когда он перестает мыть руки? Когда он перестает мыть руки? Когда руки чистые, вовсе нет. Иногда он тратит на мытье рук 5 минут, иногда больше полутора часов, 2 часа, 3 часа. Он моет не руки, он моет мысли. Он моет руки, пока не начнет чувствовать себя, чувствует, не думает. Пока он не начинает чувствовать себя менее тревожным. Он моет руки, пока тревога не отступит. И в этом смысле мы пытаемся продолжать беспокоиться до тех пор, пока тревога не снизится. И это довольно труднодостижимая цель. Это происходит главным образом потому, что когда мы тревожимся, мы приравниваем неопределенность к самому худшему из возможных результатов или даже к катастрофе. Когда что-то для нас не определено, мы в чем-то не уверены, мы приравниваем эту ситуацию к катастрофе. И, конечно, для того, чтобы предотвратить катастрофу, следует что-то предпринять. И отсюда следует непринятие неоднозначности. Для некоторых людей, и такие люди есть среди нас, неопределенность оказывается источником большего стресса, чем однозначное знание о том, что что-то плохое произойдет. И если вы спросите их, ты хочешь посмотреть на худшие из возможных результатов или ты хочешь неопределенности, некоторые люди ответят, лучший результат, пусть самый плохой, чем неопределенность. Мы хотя бы будем знать, что будет. Это очень интересно. Люди всегда приравнивают неопределенность к самому худшему из возможных результатов. Мы стремимся к предсказуемости, потому что предсказуемость – это безопасность. В сегодняшнем мире, если у вас есть муж или жена, если вы слишком предсказуемы друг для друга, это слишком скучно. Потому что для меня одно из определений брака – это искусство найти смысл в рутинных отношениях. Это рутина, но вы находите в ней смысл. Что хорошего в рутине и в предсказуемости – это то, что рутина приносит нам безопасность. Если вы не доверяете, если вы хотите доверять партнеру, он должен быть предсказуемым. Ваши предсказания должны оправдываться, и тогда вы будете чувствовать себя в безопасности. Итак, предсказуемость – это безопасность. Мы хотим предсказуемости не только из соображений безопасности, но и из соображений сохранения статус-кво. Система должна поддерживать себя. Нам нужно быть уверенными, что когда мы будем ложиться спать вечером, мир будет таким же, каким он был, когда мы проснулись с утра. Мы хотим просыпаться в том же мире, в котором мы ложились спать. Мы заводим будильник, но мы даже не знаем, будем ли мы живы утром. Мы не знаем, проснемся ли мы вообще. Но мы испытываем этот оптимизм, эту надежду, что мы проснемся в том же самом мире. И надежда уже показала… А ковид показал нам, что мы можем проснуться в другом мире. Я не слишком быстро излагаю. И мы, конечно, сопротивляемся переменам. И единственное, что не меняется при переменах, это сам факт наличия перемен. И мы всегда предпочитаем, чтобы переменами управляли мы. Это касается и наших отношений, и ситуаций на работе. Если вообще должно что-то меняться, то пусть меняем все мы. И мы называем это автономностью. И многие люди выходят на улицы на демонстрации, когда они должны оставаться дома во время пандемии. Это потому, что они боятся потерять автономию. И вирус при этом может жить только в том случае, если он найдет переносчика. То есть нам здесь нужно выбрать из автономности и всего окружающего мира. Потому что то, что мы делаем, влияет на окружающий мир. Неопределенность – это не исключение. Это правила нашей повседневной жизни. Я пропустил слайд, ну и ладно, собственно. Если вы понимаете, что я пытаюсь сказать, то ладно. Неопределенность – мы, бывает, забываем, что неопределенность – это не исключение. Это правила нашей жизни. Неопределенность возникает каждый раз, когда вы переходите через улицу. Когда вы входите в ресторан, в котором раньше ни разу не были. Когда заходите в общественный туалет, когда вы пользуетесь деньгами, когда вы принимаете какое-то новое решение. Потому что каждое решение – это отказ от всех других возможных вариантов. Каждый раз, когда вы принимаете новое решение, вы отказываетесь от всех возможных альтернатив. И в каком-то смысле это неопределенность. Неопределенность – это когда в вашей жизни происходит что-то новое. Приходят новые люди – это неопределенность. Мы всегда живем в условиях неопределенности. Это не исключение, это правило. И хотя беспокойство нацелено на то, чтобы сократить возможность нежелательных результатов, мы не можем предотвратить события, просто беспокоясь о них. Мы все знаем из КПТ, что не события, а их восприятия управляют нашими эмоциями и поведением. Аллан уже упомянул эпиктета. Он жил между 1955 и 104 годом до н.э. Это был греческий философ-стоик. И он сказал, что людей мучают не события, а представления о них, то, как они на них смотрят. Это слова эпиктета. И также, если я не ошибаюсь, в 121 году родился Марк Аврелий и прожил до 180 года н.э. Он жил в Римской империи. И Марк Аврелий сказал, что... Если вас беспокоит внешнее событие, это не внешнее событие, которое тебя беспокоит, а суждение, которое ты о нем принимаешь. Это суждение. Не само внешнее событие, а внутреннее восприятие. Внутреннее восприятие события. Это философы-стойки. И они уже дали нам базовые представления о том, что наши мысли управляют нашими эмоциями. Эмоции ведут к определенному поведению. Поведение ведет к отношению. Отношения и установки ведут к личности. И структура личности влияет на то, как вы живете свою жизнь. Итак, жизнь предсказывает не только те события, которые с нами происходят, но главным образом наше восприятие и наши реакции на эти события. Не события, а то, как мы реагируем на события, определяет то, что с нами происходит. Это классическое КПТ. И реакция, которую вы показываете, теперь это область ответственности, так называемой третьей волны КПТ. Мы не можем изменить то, что произойдет с нами, но мы всегда можем поменять свою реакцию. Под нашим контролем, единственная вещь под нашим контролем, это наши реакции, не события, которые приходят извне. Что может поменять восприятие? Мы подумали о восприятии, о том, насколько оно значимо, не только в рамках КПТ, но и вообще во всей жизни. Я думаю, что КПТ – это модель для доказательного подхода. И я думаю, что большинство из вас, присутствующих здесь, это специалисты в области психического здоровья. Те, кто работает в области психического здоровья, психиатры, психологи, поднимите руки, пожалуйста. А остальные все, кто... Ага, да, спасибо, спасибо. А я уже начал беспокоиться. Может быть, я слишком сложно говорю, а это не профессиональная аудитория. Нет, 90% присутствующих – это профессионалы в области психического здоровья. И единственное, что я хочу вам сказать, что если вы хотите, чтобы психология, психиатрия и вопросы психического здоровья получали должное внимание в обществе, всегда нужно подчеркивать значимость доказательности. И подумайте обо всех этих коучах. Я не знаю, как учить людей жить. Жизнь – это огромная индустрия. Я ничего вообще против этого не имею. Но мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из вас пошел и начал работать коучем, потому что есть огромный спрос, и, значит, нам нужно что-то дать этим людям. Есть эта потребность. И мне кажется, что некоторым из вас, КПТ-терапевтам, нужно стать коучами и начать обучать людей, и не оставлять их в руках людей, общение с которыми небезопасно. В России, что, 50 тысяч психологов, психотерапевтов? Это огромное количество людей. И мне кажется, что это потребность, которая еще не удовлетворена. И когда вы занимаетесь терапией, вы улучшаете не только качество жизни, вы улучшаете качество работы бизнесов, каких-то организаций. И мне кажется, что это очень важно. Джудитт не упомянула, что КПТ будет включать в себя все эти области. Но также мне кажется, что КПТ будет оказывать огромное влияние в плане подхода к переговорам между разными государствами. КПТ можно использовать в политической психологии в будущем. Раньше в этих целях использовался психоанализ, а пора поговорить о сборе данных, о получении экспериментальных подтверждений. И КПТ в долгосрочной перспективе можно так использовать. Для меня это не терапевтический подход. И я люблю КПТ за то, что это не только терапевтический, не только доказательный подход. Потому что жизнь — это не доказательная практика. В жизни огромную роль играет удача, мотивация. И не только содержание мысли, но и намерение мысли. Очень важно, если у вас намерение помочь другим людям. Испытываете ли вы жалость к людям? И также важно то, что вы чувствуете не только уязвимость к боли, но и чувствуете ответственность за снижение боли. Для меня КПТ — это часть жизни, это часть вашей повседневной жизни. Вот мы здесь все сидим. Это экспозиция. Жизнь — это когнитивный компонент. Жизнь — это когнитивная экспозиция. И человек подвергается экспозиции и может переживать какие-то события другим способом. И психоаналитики этим занимались довольно много лет. И они называют это коррективным переживанием в присутствии терапевта. Корректирующий опыт. То есть существуют термины, которые это описывают из психодинамического подхода. Есть понятия из системного подхода. То есть дело не в конкретном подходе. Самое главное для нас — это не конкретный подход. Глубина терапии зависит от глубины терапевта, не от школы, к которой он принадлежит. То есть у терапевта должны быть инструменты, он должен прочно стоять на земле. И восприятие — это не повтор реальности. Что предсказывает наше восприятие? Во-первых, это насколько давно произошло событие. Сейчас ковид — это уже не что-то новое, но благодаря мутациям и постоянно меняющейся информации он все время продолжает оставаться чем-то новым. А в жизни риск воспринимается как более высокий, когда событие довольно новое. еще один фактор — это невидимость. Если вы не видите угрозу, вы не можете с ней справляться. Вы не можете ничего предпринять для того, чтобы ее предотвратить. Яркие образы. Вы все помните телепрограммы, люди на ИВЛ, люди, которые не могут дышать. И когда вы думаете об этих образах, помните о том, что картинка стоит тысячу слов. И эти образы повышают воспринимаемый риск ситуации. Также социальные сети. В социальной сети есть не просто ложная информация, там есть противоречивая информация. До ковида-19, когда у нас болела голова, когда у нас начинала болеть спина, когда мы начинали кашлять, мы думали, ну ничего, просто симптом. А теперь у нас есть этот эффект репрезентации. Мы испытываем все эти симптомы, я думаю, ой, ковид. И начинаем тревожиться. И также я повторю о непереносимости, неопределенности. И как же мы сможем справиться с тревогой по поводу коронавируса? Во-первых, необходимо валидировать собственные чувства. Сказать, что если мы говорим кому-то не беспокойся, это не работает. Нужно признать, в чем состоит ситуация. Ситуация ненормальная. Наши чувства совершенно нормальные, а вот ситуация ненормальная. И учитывая обстоятельства, мы можем понять любое чувство, включая тревогу. Мы имеем право испытывать тревогу, но вместе с этим у нас есть и способность справляться с ней конструктивным образом. Различать возможность и вероятность. Потому что люди очень часто путают возможность и вероятность. возможно ли, что вы заболеете коронавирусом? Да, но необходима такая возможность всегда будет. Но необходимо снизить степень вероятности. Маска, гигиенические процедуры, социальная дистанция. Меньше путешествовать. Вот это правило я сейчас нарушаю, не находиться в больших скоплениях народа. Тогда наши шансы заболеть ковидом сильно снижаются. То есть мы с ней можем снизить вероятность, но не можем полностью исключить эту возможность. И, как правило, мы думаем, как правило, с нами случается не самое плохое и не самое хорошее, а наиболее вероятное. Многие из нас потеряли важных людей, близких людей. Но, конечно, большая часть... И, конечно же, это будет вызывать у нас горе и негативные эмоции. Но я вообще всегда придерживаюсь того мнения, что мы не только живем один раз, но и умираем всего один раз. На самом деле мы умираем один раз, а не живем один раз. Мне кажется, это очень важно помнить. Я немножко сейчас ускорюсь, наверное. Необходимо ограничить контакт с социальными сетями. Не надо все время гуглить диагнозы. Нужно ограничить время которые вы проводите в гугле. Окраничить источники в зависимости от того, насколько достоверными они являются. Это гораздо... На самом деле достоверность источников гораздо важнее, чем доступность этих источников. людей. если вы хотите безопасно пользоваться интернетом, то пользуйтесь любыми источниками, а если любыми, то тогда, конечно, можно любыми. Мы все с вами беспокоимся, но очень важно выделить для этого специальное место и время. Например, не стоит испытывать беспокойство в спальне. то есть если вы начинаете испытывать беспокойство, вы говорите этому беспокойству давайте назначим с тобой свидание в 5 или в 6 часов. То есть вы как бы откладываете свое беспокойство на более позднее время. Очень важно смотреть на все в долгосрочной перспективе. Цель состоит не в том, чтобы избавиться от беспокойства, а изменить свою реакцию на беспокойство. Дело не в дискомфорте или в тревоге самом по себе, а в том, как мы реагируем на этот дискомфорт. Очень интересный момент состоит в том, что люди почему-то думают, что мир создан для них. То есть люди, есть очень много людей, которые считают, что имеют право на очень многое, которые все время чего-то хотят. На самом деле нам нужны очень... Наши потребности у нас не так много. Все остальное это желание. Очень важно отличать потребности и желание. Потому что желание их всегда будет очень много. Такой эгоцентричный взгляд ведет к тому, что мы все время хотим большего и большего и мы все время говорим «жена не должна была себя так вести, на работе со мной не должны были так поступать». То есть это своего рода перфекционизм касательно наших ожиданий от жизни. Можно называть его экзистенциальным перфекционизмом, если хотите. И тогда мы все время чего-то ожидаем и жизнь никогда не будет соответствовать нашим ожиданиям. мир ничего не знает о наших желаниях и требованиях. Никто нам не обещал, что все будет легко и просто. Конечно же, у нас всегда будут ожидания, но все-таки нам нужно понимать, что надо адаптировать вот эти ожидания к той реальности, которая нас окружает. То есть не нужно просить мир соответствовать вашим требованиям, а нужно регулировать свои требования и адаптировать их сообразно той реальности, которую мы видим вокруг себя. Пандемия научила нас тому, что нет ничего исключительно личного, мы все связаны невидимыми связями, мы все части одной цепи и эта цепь настолько прочна, насколько прочна самое слабое звено этой цепи. И поэтому нужно поддерживать именно самые уязвимые звенья. Мы определяем влиянием на жизни других людей не только тем, что мы делаем, но и тем, чего мы не делаем. Поэтому нам нужно действительно быть очень внимательными к тому, что мы делаем и чего не делаем. Несмотря на негативные последствия в плане здоровья, экономики, социальные и политические изменения, мы должны продолжать иметь надежду и испытывать благодарность за то, что мы живы, что мы можем соединяться с другими людьми благодаря платформам вроде Zoom или вот на таких событиях. Мы должны помнить о том, что никакая катастрофа не длится вечно. Но мы раньше ведь с вами сталкивались с катастрофами. Вечных катастроф не бывает. И мы все гораздо сильнее, чем мы думаем. Представьте себе полтора-два года назад, если бы вам сказали, что нам придется оставаться дома неопределенное количество времени, причем что будет неизвестно, как долго это будет продолжаться, что начнутся локдауны, что будут закрывать границы, что мы услышим о смерти миллионов людей, что мы будем видеть все эти ужасные картинки людей на ИВЛ, что мы не сможем обнять или даже коснуться наших любимых и близких в течение года. Мы бы, наверное, сказали, да нет, я с таким справиться не смогу. И смотрите, что получилось, мы справились. Поэтому в этом смысле мне кажется, что многие из нас обладают куда большей стойкостью, чем мы думаем. Это новая реальность или новая норма, конечно, влечет за собой некоторые фрустрации и ограничения в удовлетворении потребностей. COVID-19 спровоцировал активацию ключевых компонентов тревоги, а именно непредсказуемость, неконтролируемость и необходимость взять на себя ответственность как на личном, так и на глобальном уровне. Поэтому мы с вами все живем во времена глубинной тревоги и неопределенности. И поэтому нам нужно научиться мириться с неопределенностью. Не избегать, при этом мы не говорим о том, что неопределенность это самое худшее, что с нами может случиться. Мы должны просто принять тот вариант, что мы все гости в этом мире, в этом, на этом, в этой гости, гости в этой гостинице. поэтому никогда не нужно винить гостиницу или ее хозяев в том, что они не могут предложить нам именно то, что мы хотим. Потому что мир на самом деле нам ничего не должен и ничего не обещал. Это не первая трагедия, с которой сталкивается человечество и, к сожалению, скорее всего, не последняя. помимо потерянных жизней и человеческого страдания, самое печальное для меня в пандемии это то, что многим людям пришлось решать вот эти глобальные проблемы на индивидуальном уровне во время огромного глобального кризиса. Я надеюсь, что этот опыт научит нас тому, что нам нужно больше поддерживать связи, что нам нужно жить свою жизнь более осмысленно, находя смысл человеческого страдания и боли. И нам нужно научиться это делать, чего мы раньше не умели до пандемии. Иначе эти полтора года станут просто такой черной дырой бессмысленной. В каком-то смысле мы все капли воды. Но если мы перестанем капать отдельно и объединимся, то мы можем стать океаном. Давайте представим себе, что ваша жизнь это часть книги, это книга, и есть разные главы этой книги, и вы все знаете, что все эти главы несовершенны. Однако они могут оказаться прекрасными. помните о том, что каждая глава не является полностью идеальной, но что-то хорошее можно найти в каждой главе. А главное, помните, пожалуйста, о том, что у каждой главы есть конец. И в этом смысле я надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из той боли, и того страдания, которые испытал мир, и следующая глава нашей жизни будет более здоровой, осмысленной. Спасибо большое за внимание. Субтитры